Есть вероятность, что российские предприятия в сложившейся ситуации будут оптимизировать расходы на средства индивидуальной защиты. Об этом говорил экс-глава Департамента условий охраны труда Минтруда России Валерий Корж, человек, непосредственно стоявший у истоков формирования и внедрения рискоориентированного подхода в охране труда в Российской Федерации. Далее, уже возвращаясь к средствам индивидуальной защиты. На самом деле ситуация сложная, коллеги. Мы по периметру наших компаний, а это, повторюсь, это Еврахим, это Сибирский СУЭК, это СГК, это национальная транспортная компания, порядка 60 тысяч работников, это более тысячи номенклатурных наименований средств индивидуальной защиты. Это огромные закупки, это огромные расходы. Но с чем мы столкнулись? Ну, во-первых, мы столкнулись с ростом цен. Это началось еще в ковидную эпоху. Сейчас это продолжается уже по иным мотивам. По некоторым позициям это от 30 до 100 процентов рост цен на отдельные виды средств индивидуальной защиты. Чем мы еще столкнулись? С тем, что раньше были долгосрочные контракты, и мы по ним весьма успешно работали. Сейчас поставщики СИЗ по объективным причинам, мы никоим образом на них вину не возлагаем. Они сами попали в сложную ситуацию в связи с перенаправлением логистических цепочек, в связи с выходом на иные рынки по разным мотивам, по политическим, по объективным. Поэтому мы их не обвиняем в том, что они не могут работать по долгосрочным контрактам, по биовалютной корзине и вынуждены переходить на работу по прайс-листам. Нам, конечно, это достаточно серьезные проблемы доставляет, но мы понимаем объективно, что нужно 2-3, может быть, 4 месяца перетерпеть, дать поставщикам время на то, чтобы они перестроили свою логистику, свои закупочные потоки на комплектующих, на технологиях, на пересертификации средств индивидуальной защиты. Но и без средств защиты мы работников оставить не можем. В числе временных мер по обеспечению безопасных условий труда Валерий Корж предложил продлить сроки использования некритичных СИЗ, а также действия спецоценки рабочих мест и удостоверений обучения по охране труда в сторонних организациях до конца 2023 года. Поэтому мы вот точечно, очень точечно ведем кампанию по продлению сроков в носке отдельных некритичных средств индивидуальной защиты. Конечно, там участвуют и профсоюзы, и, конечно, мы привлекаем представителей работников. Эта работа такая очень индивидуальная, с разъяснениями ситуации сложившейся. Но мы вынуждены просто на какой-то переходный период это делать. Второе, мы, безусловно, анализируем номенклатуру и уже все больше приходим к мысли об унификации отдельных там видов СИЗ поставки на различные предприятия. И тут, конечно, нам помощь профессионалов из ассоциации, безусловно, пригодится. Мы тоже над этим работаем. Потому что иногда в отдельных позициях, ну что греха таить, сытые времена, номенклатуры были слегка раздуты. Вот пример. Костюм для работника штатного химического предприятия. Рядом костюм для ИТРа этого же предприятия. Начинаю выяснять, чем отличается костюм ИТРа от костюма работника. Наличием трех дополнительных карманов. Ну, видимо, для ручек, для телефона, для рации, я не знаю еще для чего. А вот ценой он отличается, знаете, так. Хорошо, это же ИТР. Ему же надо что-то продать достойное. Мне представляется, что тут можно было бы сманеврировать. И качество средств индивидуального защитителя работников, мне кажется, будет улучшаться, если ИТР будут ходить ровно в таких же костюмах, как и работники, как их подчиненные. Ну, это такой частный пример анализа номенклатуры. Безусловно, мы будем сейчас форсировать переход на единые типовые нормы. Безусловно, все это нужно проанализировать не потому, чтобы снизить уровень защиты. Это не обсуждается. Для того, чтобы работники были защищены, но избыточные, возможно, сгенерированные в прошлые времена расходы нам каким-то образом немножко оптимизируют. Во время прошедшей конференции в рамках экосистемы биот, химия и нефтехимия звучали предложения о необходимости отменить пятилетний цикл спецоценки для рабочих мест, на которых не произошло технологических и организационных изменений. На проходящих в последнее время совещаниях по разработке мер поддержки в условиях санкций все чаще звучат предложения на изменение подходов к обеспечению средствами индивидуальной защиты. И если все годы, особенно предыдущие два, потребление СИС росло по объективным причинам, то сегодня обеспечение СИС перестает быть священной коровы менеджмента и контролирующих органов. Мало того, мы фиксируем появление на уровне субъекта федерации инициатив по оценке воздействия обязательных требований, оказывающих наибольшее влияние на социально-экономическое развитие, подкрепленных аналитическими материалами и экономическими обоснованиями. Предлагается отказаться от ряда обязательных требований, в том числе по охране труда и обеспечению СИС в пользу банальной экономии. Например, в предложениях мэра Москвы, направленного в адрес председателя правительства России, выделено 37 обязательных требований, изменение которых позволило бы достичь экономии от 700 миллиардов до 1 триллиона рублей в год. Предложен пошаговый план изменения этих требований, в том числе по охране труда и обеспечению СИС. О чем это говорит? Поставщики СИС, хотя и испытывают сейчас повышенный спрос на свою продукцию, уже в среднесрочной, а тем более долгосрочной перспективе могут столкнуться с последствиями законодательных инициатив и корпоративных практик, направленных на снижение требований к обеспечению СИС. Тренд уже наметился и будет углубляться, если прямо сейчас не увеличить мощную разъяснительную работу с потребителями-работодателями и федеральными органами исполнительной власти. Уменьшать потребление за счет продления сроков использования, эксплуатации, носки, на мой взгляд, недопустимо. Работник во вредных условиях труда должен использовать качественные, современные, сертифицированные средства защиты. Если мы будем допускать, все вместе будем допускать снижение требований к этим изделиям, то, соответственно, те люди, которые создают добавленную стоимость, которые работают на промышленных предприятиях, не будут защищены должным образом. И это совершенно неправильно. Предложено просто сэкономить от чего-то, отказавшись продлить сроки использования и так далее. Это технически невозможно, потому что спецодежду покупают не потому, что сильно хочется. Средства защиты приобретают не для каких-то там целей, а потому что без этого работать невозможно. Если на улице холодно, рабочий не сможет работать, не имея зимнего костюма. Сэкономив костюм носить несколько лет технически и физически невозможно. Поэтому не вижу никаких предпосылок для каких-то катастрофических действий, поскольку речь идет о защите здоровья, о защите жизни людей. И это абсолютная ценность, которой поступиться просто невозможно. В том числе и для этого мы создали оперативный штаб поддержки производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. Как вы знаете, 31 марта прошло онлайн-совещание оперативного штаба. В совещании приняло участие более 50 участников, среди которых были и поставщики, и потребители средств индивидуальной защиты. Задачей Оперштаба на ближайшие три месяца собирать и анализировать нештатные ситуации, с которыми сталкиваются поставщики и производители средств индивидуальной защиты, оперативно реагировать на них, предлагая решения, направлять рекомендации и оперативную аналитику крупным потребителям средств индивидуальной защиты, формулировать и обосновывать необходимые меры поддержки отрасли и отдельных предприятий, предоставляя эти материалы в органы исполнительной власти. Консолидация этого мнения, донесение этого мнения до законодательной и исполнительной власти, то есть сейчас все мы видим, ну, на примере наших предприятий, это бесконечное количество запросов, которые приходят разноуровневых, да, скажу так, от администрации районов, где находится там промышленное предприятие, до там город, регион, федеральные какие-то органы исполнительной власти. Каждый день приходит масса запросов. Для того, чтобы как-то консолидировать позицию, вот как раз роль отраслевого объединения очень важна. Отдельно взятые предприятия могут и не услышать, если это действительно не из какой-то значимого предприятия на уровне там города, края, федерации. Понятно, что и представительские функции всей отрасли, которую осуществляет ассоциация, они крайне важны. Представленность в государственных органах, в правительственных органах, влияние на законотворческие акты, которые принимаются, они, особенно сейчас, когда идут разговоры разнонаправленные, с одной стороны, о поддержке отрасли, с другой стороны, о сокращении для потребителей расходов на защиту, отстаивание интересов от отрасли, очень важно. И ту работу, которую проводит ассоциация и которую проводит лично Владимир Иванович Котов, как президент ассоциации, очень важна. Мы благодарим активных участников, среди которых группа компаний Авангард Сейфити, Калангпласт, Автограф Сейфити, АОС Арбент, Торговый дом Соло, Гетсисру и других, которые подтвердили свою поддержку работе оперативного штаба. Подключайтесь к работе оперативного штаба, заполните анкету в описании этого ролика, и мы свяжемся с вами для решения самых насущных вопросов. Только от нашей активности сейчас зависит будущее отрасли средств индивидуальной защиты. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, Яндекс.Дзен и получайте информацию из первых рук. Главное, работать сообща и не ссориться, так посоветовал советник генерального директора акционерного общества Еврахим Валерий Корж. Труд, защита, безопасность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok